Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Стоит ли ради мечты делать то, что внутренне обторгаешь? То, что очень не хочется делать, когда без исходности думаешь, что не осталось других вариантов. Хороший вопрос задаёт автор вопроса. Очень хороший вопрос Мария задаёт. На мой взгляд, здесь вообще очень много есть нюансов. Дело в том, что недаром существует мнение, что сколько людей, сколько психологов, столько и мнений. И, соответственно, каждый психолог, точнее, каждый представитель своей школы вам будет, ну, в принципе, говорить со своей стороны, со своей позиции. В общем и целом, мне кажется, это вполне нормально. Другое дело, что от этих всех историй, от этих всех точек зрения и от всего этого у вас очень быстро могут вообще начаться приступы паники, потому что, ну, знаете, тяжело, тяжело очень. Тяжело, вот, какие-то вещи, да, вот, там, практически, на постоянной основе, да, чувствовать. Поэтому я отмечу вам все позиции своей. Она, как мне кажется, моя позиция, это одна из тех позиций, которая максимально приближена к природе человека. Ведь, почему вы, по большому счету, задаете нам этот вопрос? Потому что вы знаете, что, в принципе, можно делать по-всякому. То есть можно и мечту пытаться реализовать, вот, можно и себя насиловать, вот. А можно от мечты, в принципе, отказаться, да, как бы, вот. Ну, можно отказаться от мечты, да. А хорошо ли это будет, или не очень это будет хорошо, это уже, по большому счету, детали и не так важно. Но и момент в том, что, как я шипаю, как мне кажется, ответ уже есть в вас. Где-то в глубине вас есть ответ на этот вопрос. И, соответственно, вопрос, стоит ли делать то, что вы хотите делать ради мечты. Вы сами имеете этот ответ. Ну, вы боитесь, на мой скромный взгляд, себе в нем признаться. И вам нужно спросить себя. Вам нужно, на мой взгляд, к себе прислушаться, вот. Постараться прислушаться к себе, постараться увидеть, постараться зафиксировать, что вы сами себе могли бы ответить ответить. Я думаю, что вы знаете. Потому что у каждого человека, мне кажется, есть своя позиция, свой ответ. И вам надо бы найти свой. Какой он у вас, я не знаю. Но думаю, что достаточно хорошо это знаете вы. Мне так, по крайней мере, кажется. Но вы боитесь себе в этом признаться. И, прежде чем, хотите, чтобы мы это взяли за вас. Вот взяли и, знаете, как подсказали вам, как вот в сказке. Такой вот взяли, подсказали, дали вам такой совет. И всё. И пошли дальше. Счастливая площадь о своей жизни. Ну, так не бывает, к сожалению. А может и к счастью. Лично я думаю, что к счастью. Потому что, так есть у человека возможность жить. Самому жить своей жизнью, а не жизнью, вообще, кого-то другого. Понимаете, да? Так вы спросите себя. Какой у вас ответ на это? Именно у вас, вот, самый ответ на этот вопрос. Какой? Стоит или не стоит? Мечта, она вам, вот, ну, настолько по ощущениям важна, что вы готовы. Ради неё рвать. Живые мучают себя насильно заниматься тем, что нам не нравится. Ведь штука в том, что если да, если да, то нам нужно действовать, если да. Но, если в глубине души вы знаете, что нет, к примеру, но себя обманываете, потому что боитесь, например, столкнуться с некоторой реальностью. То вот тогда, извините. Тогда извините, но вам нужен не ответ в таком случае. Вам нужно что-то другое. Не ответ. Понимаете? Вот. Вам нужно сложно сказать, наверное, так, однозначно, что может быть готовое решение. Вот. Может быть. Что быть ещё? Вот так или иначе, не ответ на вопрос. А что будет, если мечта не реализуется у вас? Или реализуется, но не сейчас. Вот. А то, что вы говорите, что у вас другого выбора нет. Это, мне кажется, больше история про то, как вы себя сами ограничили. Ну, знаете, взяли и ограничили себя. Вот. Вот. Своей какой-то концепции, своим страхами. Вот. Энергия. Ааа. 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 И заключается проблема. как мне кажется. А решать? Решать собственного. Вот такой ответ я хотел бы вам дать. Ага, ну на этом, пожалуй, можно закончить. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и, соответственно, себе разобраться. Хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, был. Ваша история и ваша ситуация будут самым лучшим образом разрешены. Обращайте за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...